Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, и рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда и как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня поговорим на тему, как инвестору в России не сойти с ума в текущих условиях, что можно предпринять. Обязательно смотрите до конца, если вам интересна именно моя позиция в текущий момент, и, может быть, вам пригодится это для принятия собственных инвестиционных решений. Сейчас очень большой объем информации обрушивается на наши головы, и, конечно же, находиться в такой ситуации и принимать взвешенные инвестиционные решения достаточно сложно. Каким образом поступаю в текущий момент я? Стараюсь отбросить этот информационный шум и посмотреть немного вперед, впоследствии на горизонте инвестирования в 3-5, может быть, 10 лет. Что здесь нужно понимать? Какие есть такие глобальные течения, которые я наблюдаю в настоящий момент? Первое очень мощное глобальное течение, которое мы наблюдаем, заключается в том, что у нас в мире, в мире не только в России, а в России, наверное, в меньшей степени, очень высокий уровень долга. То есть он настолько велик, размер его настолько громаден по отношению к ВВП, что он практически не обслуживаем. Соответственно, для того, чтобы нивелировать этот долг, должно произойти какое-то событие. Событие, которое в первую очередь повлияет на обесценивание данного долга. И таковым событием является инфляция. Поэтому то, что мы наблюдаем, что у нас разгоняется инфляция во всем мире, то, что у нас печатают бесконтрольно практически и доллары, и евро, и иены японские, в конечном счете это приводит к тому, что растет инфляция. И здесь мы тоже вот в этом именно видео говорили о том, почему выгодна инфляция. Инфляция позволяет очень быстро обесценить долг. И поэтому первое, о чем нужно задумываться, что инфляция не закончится быстро. Те уровни, которые таргетируют мировые центральные банки на уровне 2-3% в зависимости от страны, эти уровни будут переписаны и скорее будут переставлены на уровень 4-5. И нужно согласиться с тем, что инфляция в мире будет достаточно большой, достаточно высокой. Причем из-за того, что мировая экономика сейчас глобализована, мировая кооперация, то есть у нас нет стран, которые целиком и полностью производят какие-то крупные вещи. То есть у нас полупроводники производятся в одном месте, сборка производится в другом месте, какие-то комплектующие производятся в третьем месте. То есть есть вот эта всемирная кооперация. И поэтому второй фактор, на который я смотрю сейчас, это то, что если раньше кризисы носили некий такой локальный характер, то есть там в одной экономике было плохо, в другой экономике было хорошо, или была стабильность, или в меньшей степени касалось. То из-за того, что вот в последние 50 лет была вот эта вот мировая кооперация развита очень сильно, то нужно понимать, что в таких условиях, если грянет кризис, то он, соответственно, коснется всех. Потому что все экономики мировые взаимосвязаны, взаимозависимы. Это второй фактор, который необходимо понимать, осознавать, что если будет плохо, то будет плохо всем. И говорить о том, что, допустим, в Китае будет спокойно, в России будет спокойно, там, я не знаю, в Еврозоне или где-нибудь в Америке будет плохо, не совсем корректно. Если будет плохо где-то очень сильно, то это, соответственно, ударит непосредственно по всем. Соответственно, два этих фактора, какие позволяют сделать выводы. То есть здесь нужно задуматься о том, что инфляция будет, кризис непосредственно будет, и он, в принципе, коснется всей мировой экономики, и говорить, что у нас будет спасение в какой-то тихой гавани, не приходится. В этой связи основной своей задачей, которую я ставлю перед собой сейчас, заключается мысль о том, что позволяет стерилизовать инфляцию. То есть что в долгосрочном периоде, какие инструменты позволяют защитить свой капитал, свои активы от инфляции. При этом здесь есть две характеристики. То есть первая характеристика – это те активы, которые позволят долгосрочно, опять-таки не краткосрочно, там, в оризонте 1-2 года, а именно долгосрочно, просто защитить средства от инфляции. То есть некий инструмент, который позволяет в долгосроке получить сопоставимую с инфляцией доходность. Таковыми инструментами во всем мире, в принципе, всегда было а. золото, б. недвижимость. Здесь я могу услышать голос за кадром людей, которые смотрят данное видео, что до ничего подобного золото в определенные периоды времени даже росло быстрее, чем реальная инфляция. Недвижимость мне принесла сверхвысокий доход. Но, ребят, мы сейчас говорим о очень длительном промежутке времени. Поэтому нужно понимать, что и недвижимость, и золото подвержены так называемым рыночным рискам. То есть, если в определенный момент времени спрос на данный актив превышает предложение, причины могут быть абсолютно разные, то мы получаем дисбаланс спроса и предложения, и цена актива может расти выше, чем инфляция. И наоборот, когда по каким-либо причинам происходит обратный дисбаланс, когда предложение становится больше, чем спрос на данный актив, то цена на этот актив падает. И поэтому говорить, что золото и недвижимость являются... Вы на этом сможете заработать, я бы не стал. То есть, эти два актива позволяют сохранить покупательскую способность, но в долгосрочном периоде. При этом все-таки у них имеется отрицательная корреляция. Что значит отрицательная корреляция? Они входят в противоход. То есть, если золото растет, то недвижимость падает. Если недвижимость растет, то золото падает. Но в любом случае, когда мы говорим о двух классах данных активов, нужно понимать, что долгосрочно они справляются с задачей защиты средств от инфляции. Но в результате дисбаланса спроса и предложения может происходить ситуация, когда доходность данных активов будет ниже инфляции. Но долгосрочно это позволяет сохранить. Говорить о том, что вы получите какой-то сверхвысокий доход, здесь не приходится. Опять же, если не использовать какие-то... Ну, в частности, это касается недвижимости. Если не использовать какие-то методы увеличения доходности, нужно понимать, что использование данных методов требует определенных знаний, навыков, умений и профессиональной деятельности для того, чтобы непосредственно профессионально этим заниматься. Основным ключевым активом, который позволяет защитить денежные средства от инфляции и получить сверхвысокую доходность, является именно акция. Опять можно спорить об этом сколь угодно долго. Опять же, акция не является в этом случае идеальным активом. Акции могут как расти в цене, так и снижаться, но при этом долгосрочно. Акции, мы возвращаемся к подходу Уоррена Баффета, который говорил, что акции являются коммерческими коровами, в цене которых есть инфляционная составляющая. Как минимум, на уровень инфляции акции долгосрочно растут в цене. Плюс, основное ключевое преимущество акций заключается в том, что они создают прибавочную стоимость. При этом есть активы акции стоимости, которые уже качественно создают денежный поток акций стоимости, дивидендные компании. Опять же, дивиденды могут расти, могут снижаться, но долгосрочно, помимо того, что акции будут расти на уровень инфляции, они все-таки будут обладать определенным денежным потоком, который можно реинвестировать, направлять на инвестиции. И здесь, в идеале, начинает сработать формула сложного процента, когда в долгосрочном периоде, за счет именно вот этого денежного потока, которыми обладают акции, мы получаем некую прибавочную стоимость. Потому что, когда мы видим высокую инфляцию, что это значит? Это значит, что цены растут. Как правило, причиной инфляции является денежная масса. Второе, скорость обращения денежной массы. И если мы понимаем, что инфляция начинает расти, то мы даже по полкам на наших магазинах сейчас можем наблюдать, что цены на товар выросли. То есть, что произошло? Производитель товаров и услуг, соответственно, заложил инфляционные риски в цену своего товара и начал продавать товар по более высокой цене. И здесь, просто если мы находимся в ситуации кризиса, мы смотрим на компании так называемых естественных монополистов, мы смотрим на компании от товаров и услуг, которых практически невозможно отказаться. Это может быть здравоохранение, это могут быть продукты питания, это могут быть коммуникационные компании, связь, это могут быть коммунальные компании. Опять же, я сейчас говорю глобально непосредственно. Которые, опять-таки, могут переложить свои издержки на потребителя, и потребитель все равно будет платить. То есть, мы сейчас, опять-таки, видим, даже в Европе цены на газ растут, цены на электроэнергию растут, цены на коммунальные услуги растут. Хотят того или не хотят европейцы, они, в принципе, вынуждены платить эти цены. И поэтому нужно понимать, что, опять, с какой скоростью компаниям удается эти инфляционные издержки переложить на потребителя. Опять же, в качестве примера Европа. Цены на газ выросли, соответственно, газ, который сжигается для того, чтобы вырабатывать тепло, чтобы крутить терабину, чтобы вырабатывать электроэнергию. Электроэнергия от этого растет, и каков промежуток перекладывания вот этих вот инфляционных рисков непосредственно на потребителя. Потому что, опять-таки, где-то могут сдерживать, где-то могут финансировать, где-то могут помогать государству, да, своим потребителям. И в этом случае получается очень важна скорость переложения этих издержек. Коммунальные компании перекладывают где-то в течение года. Ну, то есть, по моей практике, в течение года происходит переложение издержек, связанных с инфляционной составляющей, на потребителя. И поэтому, если мы видим, что цены на газ выросли, нужно понимать, в Европе, например, то нужно понимать, что эти издержки через год будут переложены на потребителя. Компания все равно переложит и непосредственно будут зарабатывать. Что касается медицинского оборудования, медикаментов, что касается продовольственных компаний, которые производят продукты питания, они очень быстро перекладывают инфляционные издержки на потребителей. То есть, опять-таки, в пример можно привести то же самое у Кока-Кола, которая очень оперативно, практически в течение 4-5 месяцев пересмотрела отпускную цену на свою продукцию, переложив эти инфляционные издержки непосредственно на потребителя конечной продукции. Поэтому, когда я смотрю, вот опять-таки, убрав информационный шум, что я в этом случае понимаю? Для сохранения своего основного капитала, то есть, если у меня есть капитал, который нужно защитить от инфляции, я не ставлю целью получения какой-то сверхвысокой доходности, то в этом случае я понимаю, что два стабилизирующих инструмента, которые могут присутствовать в портфеле в этих целях, это золото и недвижимость. Добавить можно кэша непосредственно. Вид активов, который настроен на то, чтобы все-таки преумножать капитал, это актив, который создает прибавочную стоимость, и в этом случае в портфеле присутствуют акции. Очень большое заблуждение, которое я наблюдаю в настоящий момент, люди пытаются сыграть там на понижение, люди пытаются предсказать какого-либо рода кризис, когда он начнется, когда он закончится, когда будет получено дно. Но практика показывает, что редко кому это удается. Поэтому, опять же, я сейчас не убеждаю кого-либо в чем-либо, я рассказываю свою собственную позицию, которую занял лично я. Я не стараюсь сейчас угадать, что у нас выиграет, когда у нас наступит кризис и когда он закончится. Я сформировал портфель. То есть есть фонд так называемый, который защищает мой основной капитал от инфляции, и есть портфель, который, соответственно, работает на прирост моего непосредственного капитала. Когда мы говорим о структуре, сколько денег должно находиться в том или ином классе активов, в активах, которые защищают денежные средства от инфляции, должно быть столько процентов вашего капитала, сколько вам лет. То есть если мне сейчас 40 лет, 41 год, то в этом случае 41% моего капитала находится в консервативных инструментах. Недвижимость, золото, кэш. И, соответственно, 59% капитала находится в агрессивных инструментах, находится в акциях. Несмотря на то, что они снижаются, несмотря на то, что они падают, у меня опять-таки есть значительная сумма текущего активного дохода, который пополняется в этой самой пропорции, которую я для себя определил. Поэтому краткий резюме данного видео. Друзья, вы очень серьезно упростите себе жизнь в принятии инвестиционных решений, когда вы сделаете несколько очень простых шагов. Первое. Посчитайте весь размер своего капитала. Капитала, которым вы обладаете. Второе. Разделите его на две составляющие. Консервативную и агрессивную часть, из которых консервативная часть должна быть столько, сколько вам лет. Эту консервативную часть можно, соответственно, в равных пропорциях по три части распределить в недвижимость, золото и наличные денежные средства. Оставшуюся часть инвестируйте в акции. Опять-таки, чем более глубокая диверсификация осуществляется, тем более стабилен портфель. Конечно, сейчас у нас инструменты очень существенно ограничили, но, тем не менее, я вижу, что на уровне инфраструктуры работы ведется. То есть можно покупать паевые инвестиционные фонды российских компаний, которые инвестируют в глобальные, которые инвестируют в американские компании, которые инвестируют в китайские компании, которые инвестируют в российские компании. И, соответственно, инвестируют именно паевые инвестиционные фонды, биржевые. То есть здесь очень важная оговорка, что это должны быть биржевые паевые инвестиционные фонды, потому что классические паевые инвестиционные фонды, они связаны с высокими транзакционными сдержками инвестора. Вознаграждение управляющей компании достаточно высокое, и в долгосрочном периоде очень значительная доля прибыли идет на услуги управляющей компании, вознаграждение, которое она получает. Биржевые паевые инвестиционные фонды по статистике берут где-то в 3-6 раз меньше вознаграждения за управление. Они более ликвидные, их быстро можно купить, быстро можно продать и, соответственно, переложиться из одного фонда в другой. Это простое решение, которое, по крайней мере, в условиях нестабильности, которые мы наблюдаем сейчас, в условиях быстро меняющегося мира, позволяет как минимум занимать так называемую нейтральную плавучесть. То есть у вас все равно долгосрочно будут акции, которые работают на прирост капитала, и у вас будет консервативная часть, где у вас будет сохраняться та доля капитала, сколько у вас непосредственно лет. Спать будете спокойнее, меньше будете читать новостей, будете более эффективны в своих инвестициях. Друзья, у нас канал развивается очень активно, появляется все больше и больше количества комментариев, за что вам огромное спасибо. Поэтому мы запланировали в ближайшее время записать целую серию видео с ответами на ваши вопросы. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео, потому что здесь будет большой блок информации с ответами на ваши непосредственные вопросы. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.